всем привет сегодня необычный выпуск речь пойдет о компании in cruises и работа с возражениями сетевиками это полная дичь но я хочу чтобы вы видели что я тоже работаю с этими возражениями и маразм запредельный просто запредельный маразм среди сетевиков значит пишет мне один замечательный человек мне понравился твой канал я сама люблю аналитикой заниматься и мне сейчас это помогает аналитикой она любит заниматься сейчас вы увидите какой она аналитикой занимается блин сережа давай завтра пообщаемся даже не по поводу пандекса просто ты мне очень интересен как человек я говорю давай заодно о тебе про круиз расскажу она спрашивает in cruises вот и смайлик мне швыряет но по идее смайлик типа я уже в инкрузисе я говорю да ты уже ты там уже есть она говорит нет там нет и не хочу все здесь падает планка я еще раз повторяю для знаете мне надо научиться с эмоций переходить на спокойствие однажды один из моих тренеров сказал что нельзя нервничать если ты себя воспринимаешь как врач и общаешься с психбольными то если если тебя психбольные выводят то может быть ты не врач может тебе самому надо к ним на койку очень интересная мысль она мне понравилась и запомнил вот человек говорит не хочу я напоминаю что мы торгуем круизами даже не то что круизами мы даже не круизами торгуем мы торгуем рекламным предложением от компании in cruises путем реферальных ссылок мы можем подписывать людей в свою сеть которые не у нас а у компании могут купить круиз покупать его выгодно не со старта вот как только зашел и покупать а все-таки покупать его через полгода через год как бы планировать круиз и планировать не на словах а на деле вносить ежемесячно 100 вечно зеленых долларов которые тут же будут удваиваться в 200 круизных вот таким образом вы получаете 50 процентную скидку но что интересно что кроме 50 процентной скидки бывает что в нашей базе тот же самый круиз который есть на каком-то американском австралийском сайте на каком-то снг-шном сайте турфирмы по круизам да бывает что один и тот же круиз у нас еще и дешевле рыночной цены то есть у кого-то он стоит там не знаю 2400 а у нас этот же круиз будет стоить 1600 а по факту вы его купите за 800 долларов потому что еще раз повторяю внеся 100 вы получаете на депозит 200 депозитная компания понимаете без всяких тут членских ежемесячных взносов или что-то такое потому что я напомню world ventures работает на и же работал сейчас не знаю но работал на членских ежемесячных взносов которые шли тупо в маркетинг и я я кстати не против членских взносов но в таком случае они должны быть копеечные чтобы обычному клиенту это тоже было интересно и поэтому когда мне человек говорит нет не хочу это равносильно как вам приходят в то время когда макдональдса кока-колы или салона салоны мерседесов пусть будут но когда к вам приходит макдональдс которого еще нету в снг говорят будешь заправлять здесь макдональдса а вы говорите к примеру ты знаешь я не ем это говно и я уверен что в этот момент инвестор разворачивается уходит тебе не сказали это кушать тебе это предложили продвигать точка торговцы колы ее не пьют люди владеющие франшизой на конкретной территории макдональдса сами в этом макдональдс не питаются ребят это надо уяснить я понимаю что вы привыкли к сетевому маркетингу потому что там продается всякое малым на и говно дорого продается а говно не потому что я не люблю этого нет так воспринимает 90 процентов обычных людей ходящих на работу что в млм и продается например какой-то шампунь который стоит в пять раз дороже и людям наплевать что он экологически чистый в млм продаются протеиновые коктейли которые 10 лет назад никому были не интересны потому что гербалаев где-то там налажал что-то не так сделал на сегодня фитоняшки все пьют протеиновые коктейли поэтому сегодня двигать а протеиновые коктейли функциональное питание гораздо легче но еще раз повторюсь мне вообще интереснее продавать то что продается на внешнем рынке дороже у меня дешевле плюс млм понимаете поэтому когда человек говорит и не хочу это очень странно это приблизительно как не хотеть владеть салоном автомобильным салоном mercedes где в твоем салоне mercedes будут дешевле чем в остальных салонах но то же самое ответить не я не хочу за 300 долларов купить автомобильный салон или франшизу на него где mercedes уже от компании поставляются продаются дешевле а я плюс еще не просто линейными продажами это еще рефералка прикиньте то есть пришел клиент сел в mercedes за 50 процентов скидки и перед тем как уезжать вы ему говорите слушай так а ты возьми пятерых людей сюда направь тебя есть рефералка получишь еще возврат денег мерс бесплатно хочешь у нас кстати говоря для того чтобы отбить вложенное всего пять человек надо пригласить но это я к тому что это в любой компании наверное всего пять человек но это я к тому что не 10 и не 20 то есть стандартная ситуация все хорошо вот дальше человек пишет серьезно работаю в пандекс у меня морская болезнь улыбается я уже слышал этот бред еще раз повторюсь что когда люди говорят у меня морская болезнь или я устал отдыхать или я уже объездил весь мир и был в 55 круизах это все здорово други мои это все хорошо еще раз повторюсь вам предлагают стать владельцем автомобильного салона mercedes где именно в вашем автомобильном салоне mercedes mersey будут дешевле понимаете есть mersey у вас есть mersey в других местах одинаковые модели только у вас дешевле с круизами та же песня 8 триллионов долларов туристическая индустрия ежегодный оборот ежегодный оборот 8 триллионов долларов туризма я не знаю какая доля припадает на круизы да и пофиг какая разница ну дохрена но компании по круизам более чем 20 штук в мире ежегодно по 600 тысяч человек только в круизы ездит понятно что если вы из этой индустрии начнете зарабатывать деньги вы может быть и не будете из-за морской болезни по круизам шляться зато будете в пятизвездочных отелях отдыхать на берегу ждать когда приедет из круиза ваша команда вот хватит мне тулить это фуфло я вас очень прошу этот ролик специально снимаю вот специально чтобы потом людям показывать вчера общался с хорошим парнем он больше делал акцент на том круизы или не круизы а что мол маркетинг у нас кривой к его жопой слабый мне пришлось снять отдельный ролик по маркетингу где показывают что можно зарабатывать миллион долларов в месяц но об этом чуть попозже я ей отвечаю врешь ты я не предлагал сеть строить в круизос бла-бла-бла морская болезнь но это болтовня продавцы колы не пьют колу держатели макдональдса в нем не едят так что бла-бла-бла едем дальше напиши лучше что сколько бы ты не заработала в пандекс отдыхать ты в этой жизни не планируешь это будет честно хоть и с намеком на псих больницу но согласитесь да если человек говорит что я зарабатываю там в пандексе в шмандексе в какой-нибудь херне я вам сейчас покажу что такое пандекс это очередной хайп галиматья я удивляюсь что людям не надоело это вот бегать у меня есть один одна компания с пассивом хайп не хайп не знаю называется up to крипто там либо можете вложить деньги на пассив либо брать бота за 50 баксов и торговать на бирже самому чтобы ни на кого не обижаться в случае если вы не не на ту кнопку нажали да вот но все одна компания спасибо все зачем мне две три человек выбрал компанию судя по всему без бинара так подозреваю если без бинара выбираешь компанию а так она еще сейчас вы увидите чем она гордится идем дальше говорит я отдыхаю честно и для и для чего мне этот инкрузис когда люди говорят для чего мне этот инкрузис а запомните ребята вот вот вы задаете вопросом для чего вам этот инкрузис а я вам задаю вопрос взаимно как настоящий еврей а для чего вам ваша компания вот она мне говорит про пандекс и я и отвечаю для чего тебе этот пандекс вот смотри ты если бы вдруг поехал в круиз и вернувшись с него что ты будешь презентовать каким-то своим друзьям которые спросят как дела что ты вкинул в какой-то хайп 5000 долларов получаешь оттуда прибыль есть риск что компания нагнется и ты все потеряешь и половина твоих друзей большая часть не захотят этой херней заниматься но зато ты за счет пандекса поехал в круиз да или же ты все таки приедешь и скажешь представляешь помнишь эти про круизную компанию рассказывал значит то я что-то как-то нашел парочку людей которые собственно половина там на 5 человек нашел которые 7 человек нашел которые просто любят круизы и они начали там себе депозитную программу формировать а 7 человек нашел который готов рефералку строить успел это сделать за 60 дней получил полностью оплаченный круиз от компании сверху еще дали полторы тысячи долларов ну я решил поехать посмотреть на эти лодки с веслами да оказалось это не лодки с веслами оказалось это пятизвездочные отели на плаву я подохренел и я тебе хочу сказать этот рынок надо срочно жрать ты со мной и показываешь видео с круиза вы понимаете разницу между тем когда вы хайпец предлагаете там аренду хардов не знаю получать процент от бизнеса с с бани какой-нибудь да вот или там верить в квестру которая как мне говорят уже под загнулась даже на внутрянке разницу ощущаете я же не просто так занялся круизной компании типа из серии придурок вот ребят на заднем плане юбики блин он растет я не смог его купить давайте я щас наверное куплю его и продолжу этот ролик вы знаете я за пять секунд купил криптовалюту юбики с помощью бит поле бит поле это приложение входящие в крипто и джин бот как сказал мне один новичок да не дешево но зато хоп за пять секунд купил дело в том что я первый раз не смог его купить какого-то хрена крипто бот сказал покупайте два процента от вашего банка я поставил два процента какой-то эрор был я так понимаю этого было недостаточно с моим банком потому что я покажу вкинул тренировочную сумму я смотрю он растет прямо на глазах я думаю ладно давай прям еще раз куплю а ну собственно там просто 10 процентов за час получилось за час эта валюта дала 10 процентов это так отвлекся вам порекламировать крипто и джин бот пока что идем по инкрузосу девочка мне говорит зайди на 50 долларов и мы тебе дадим скидку на какой-то круиз на какой-то круиз в пандексе никаких круизов нет это хайп ну хайп ладно компания спасибо что я вас не обижал да а если ты еще пригласишь людей то вообще будет супер вот мне так это нравится как будто если ты ванкой не еще людей пригласишь будет галима как будто если ты пригласишь еще людей не знаю там куда-нибудь еще да в какую-то квестру будет галима ну кстати действительно будет галима потому что квест раскам да как блин нахера писать что ты мне дашь скидку на какой-то круиз на какой-то мне в жопу круиз дашь скидку нету в пандексе круиза и за 50 долларов никакой ты мне скидки не дашь. Ребята, это простая математика. Я так и пишу. У вас нет круизов и тем более скидок. Дальше замечательный человек пишет. В пандексе я приумножаю свои деньги. Строю структуру и просто занимаюсь любимым делом. Переносим этот шаблон мышления на ванкоин. В ванкоине, значит, никто не пытался приумножать. А, нет, давайте даже не ванкоин. Давайте возьмем Helix, Kairos, Quester. В Helix и Kairos и Quester никто не приумножал свои деньги. Никто не строил структуру и просто никто не занимался любимым делом. А главное никто не зарабатывал достойно. Ребят, научитесь преимущества выставлять. Преимущества. Вот, например, когда я рекламирую Skyway, я объясняю. Это жизнь, как называется, идет по спирали. То есть, вот кто биткоин не успел в 13-м году купить, на ту сумму, которую вам не жалко потерять, купите сейчас акции в Skyway. Потому что он повторит путь биткоина. Хотя это вообще разные вещи. Биткоин это криптовалюта. Skyway это краудфандинг плюс MLM, транспортная система нового поколения. Смотрите побольше роликов про Skyway на моем канале, поймете о чем я. Я думаю, компания должна сработать. Я думаю, что компания должна начать стоить кучу денег. То есть, акции будут и по 100 долларов на какой-нибудь там американской бирже. Просто это будет году в 25-м. То есть, на этом не заработаешь сейчас. Сейчас можно только на рефералке заработать. Понимаете? Все, как бы, нет проблем. Да к любой компании это применимо. Что ты можешь деньги приумножить. Только я напоминаю, все эти приколы скамятся. Я так и пишу, в любом MLM можно строить сети, заниматься любимым делом. Бла-бла-бла. То есть, это ни о чем. Преимущество какое. Я пишу, в Incruzis можно получать 1 миллион долларов. Могу дать ролик по маркетингу. Я вам даже сейчас этот слайд покажу, не отходя от кассы. И девочка пишет, что она достойно зарабатывает. Я говорю, ты достойно зарабатываешь, а у меня миллион долларов в месяц. Вот тебе и пример Мерила. Ребят, прекращайте писать, что вы хорошо зарабатываете. Ваше хорошо, это может быть вам 200 долларов в месяц хватает за глаза. А может у вас пятерка зелени, и вы такие счастливые ходите. Боже мой, пятерка зелени. Хорошо зарабатывает юха пархиала. 4 миллиона долларов в месяц. Ну, по крайней мере, зарабатываю. Пока не понял, что дело дрянь и пошел куда-то дальше. Вот. Понимаете? Четко цифру. Я зарабатываю в пандексе, блин, 2500 в неделю. Баксами. Во-первых, и еще, кстати, забудьте, я заметил сейчас дебилизм какой-то в интернете. Очень много людей считают маркетинг в рублях. Вы что, вообще в сосну ударились? Какие в жопу рубли? Гримли, тенге, блин. Вы еще в юанях считать начните. Или, я не знаю, там в этих шекелях, блин. Ребята, доллар или биткоин? Или евро? Все. Другие валюты не котируются. Тем более, все валюты завязаны на доллар. А доллар печатается из воздуха, хотя до 70-го года или до, не помню какого, был привязан к золоту. Эти кукловоды его от золота отвязали. В обмен не помню на что, если честно. Сережа, мы с тобой общались 14 августа. О инкрузос мне давали инфу еще в июле. Вот это мне зачем писать? Объясните мне. Если тебе давали в инфу еще в июле, но вдруг я тебя разбудил и у тебя возник интерес. Ну так, блин, бери и говори, ладно, уболтал, но поскольку мне рассказывали раньше, пойду региться по-другому. Все. И разговор на этом закончен. Нет, человек вместо этого пишет, что, ну типа вроде как ты меня убалтываешь, но мне вообще-то про инкрузос рассказывали в июле. И что с того? Я так и отвечаю человеку. И чё? Подпишись под кого хочешь, только не пиши мне бла-бла-бла. Вот, ребята, если я вам не нравлюсь, но предлагая инкрузос, я вас немножко возбудил, найдите себе другого спонсора. Только по ушам мне не ездите, что у вас там, блин, болячка, у вас понос, вы встаёте на лайнер, у вас кожа покрывается какой-то шелухой, или там, я не знаю, или вы так наотдыхали, что вы уже никогда никуда не... Не надо мне эту пургу нести. Пожалуйста. Нормально отвечать, допустим, вы какой-то криптотрейдер. Вы говорите, смотри, на круизах меня укачивает, раз. С криптотрейдерингового рынка я, короче, получаю двадцатку зелени, два. И если честно, вот так вот прям честно, мне очень впадло сейчас будет заниматься построением рефералки в инкрузос, тем более, что сам как бы я туда не езжу, как бы не сразу я понимаю, смогу ли я так, типа того. Ну, короче, одним словом, смогу, не смогу, не важно, но у меня двадцатка зелени, и я всё-таки хочу полностью все силы бросить в построение рефералки, там, по продаже, там, криптоэдженбота, битполи, что-нибудь такое, да. Рефералкой заниматься не буду, а клиент я не клиент, потому что, как бы, я живу на курорте, и, короче, по круизам просто не езжу, точка. Это было бы честно. Вы так бы сэкономили моё время, я бы сказал, ну, ладно, благодарю. А потом, конечно, я бы сказал, ну, хорошо, ты не будешь этим заниматься, окей. Может, знаешь кого-то, кому это можно предложить, кого-то с баблом каких-то сетевиков, буквально пару фамилий, и я скажу, что ты их порекомендовал. Я тебе больше скажу, или я скажу, что ты их порекомендовал, а если они скажут да, то вкинешь 300 баксов, я их под тебя подпишу. Вообще, можешь мне так людей просто говорить, вот у меня в друзьях есть имя, фамилия, скажи, что ты от меня на тему круизов. И, по сути, вы даже не строите сеть, я её вместо вас, может быть, буду строить. Нет, блин, вы почему-то так ответить не хотите, вы начинаете тулить какую-то пургу. Идём дальше. Ну, соответственно, я ответил, и что, подпишись под кого хочешь, там у тебя в первую линию, наверное, уже... А, я прикалываюсь с неё, говорю, я тебя в первую линию уже не возьму. Она говорит, в пандексе за два месяца у меня инвестиция 5000 долларов, плюс доход от структуры. То есть, это типа попытка выставить преимущество. Хорошо, у Юхи Пархиала за два года инвестиция 300 тысяч долларов в ванкоин и чек от структуры 4 миллиона баксов. Вот смотрите, человек пишет, плюс доход от структуры, а я цифру называю, 4 миллиона долларов в месяц. Общее состояние 40 миллионов долларов. Ну, я так и пишу, я за тебя очень рад, у Юхи Пархиала за два года в ванкоине 40 миллионов долларов состояние. Почему же ты, если вот ты сейчас мне пытаешься выставить критерий, что ты вложила, ты зарабатываешь. Ну, так, типа, если так, то, по идее, сейчас к тебе Юхи Пархиала напишет, сколько у него состояния, какая у него структура, сколько он вкинул. И ты, по идее, бросаешь пандекс, бежишь к нему. Так, что ли? Или я неправильно понял этот коммент. Говорит, я в ванкоине была, но через два месяца продала свои аккаунты. Я не знаю, что она вообще-то в пандекс приперлась. Ванкоин по товарообороту, по структуре, по всем. Самая лучшая компания в мире пока что. Ну, потом она меня поздравила с тем, что если ты выбрал инкрус, я тебя поздравляю. И так дальше. Я говорю, по сути, ты должна была ответить. Сергей, я зарядилась в пандекс и не собираюсь сбиваться. И вербую всех, кого могу в пандекс. Что бы мне ни предложили, я вижу только пандекс. Ты сама назвала. А, ну это понятно. Ну, потом она меня, короче, достала. Потому что, ну, а разговор ни о чем, как бы. То есть, вот возьми, нормально скажи. Не пойду, не хочу, не буду. А ты еще в том числе мне уже и не нравишься. Потому что ты давишь, хамишь, прочая фигня. Потом началось веселье. Человек говорит, да, я не первый год в интернете. Но только почему-то интеллект прокачивает человек очень слабо. Потому что я не догоняю вообще, как можно было пойти в пандекс, если это стандартный пассив, который завтра может скамануть. Это как, знаете, как байтайм, я не знаю. Как резонанс капитал. Блин, да куча этих компаний полно, блин. Запомните, везде, где есть пассив 20%, есть риск скама. Точка. Все. Вот. Потом человек пишет, ты со всеми так общаешься? Нет, ребят, я так общаюсь только с теми, кто вместо того, чтобы сэкономить мое время и сказать, ни при каких условиях никогда не пойду. А. Венкрузес. Б. За тобой. Я зомби пандекса или еще чего-нибудь. Байтайма какого-то, не важно. Все. Точка. Отвали. Все. Спасибо, что сэкономило время. Отваливаю. Нет. Человек начинает тулить всякую пургу, знаете. Фейковые эти. Отмазки. Неприятно, но может кому-то это и нравится. То есть, никому не нравится, когда я с ним так разговариваю. Успокойся. Кроме пандекса, у меня много интересных дел говорит. И еще две компании. Вот. Мы подошли к этому. Что оказывается, она мне тулит пандекс. Но у нее, оказывается, еще есть две компании. Я же это знал. Поэтому я и говорю, давай еще параллельно инкрузес. Хрен тебе помнишь глаз, Серега. Не буду я с тобой в инкрузесе. Так не тратя на мое время, если ты хрен помнишь в глаз моих. Мой тебе совет. Пересмотри свое общение с людьми. А мой совет вот таким людям, экономьте свое и чужое время. Потому что вот это вот гавкание друг на друга, оно смысла не имеет. Как контент, как ролик я это запишу для партнеров, которые думают, что у меня инкрузес строится на автомате. И кому я его не предложу, прям все сразу соглашаются. Хрен то правда. Вот на таких я напарываюсь постоянно. Постоянно. Их 60-70%. Предложить им какой-то хайп Галима, это не вопрос. О, давай, интересно, процентиков 20 в месяц. Да похер, что они скамятся. У нас память короткая, мы не помним. А когда ты им говоришь, подожди, 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 я тебе автосалон Мерседеса предлагаю. Фактически за 30 долларов. Ой, господи, за 300 долларов. То есть ты 300 долларов платишь, мы тебе даем салон с автомобилями. Только к тебе заходит клиент, 50% скидки на Мерседес раз, а еще в зависимости от страны, может быть, еще цена будет, ну там, цена чуть ниже будет. И человек такой говорит, нет, ты что, нифига, пойду-ка я хайповать. Пойду в MLM похайпую, блин, ну вот странные люди, что сделаешь. Дальше человек пишет, знаешь, что интересно, ты мне не отвечал до 2 месяца, а тут вспомнил. Дело в том, что у меня бывает, выпадает окошечко с каким-то человеком, что он вошел в онлайн. Я по приколу делать нечего, бац, нажимаю, говорю, привет, ты в инкрузосе уже там, ты по круизам давай. Ну, если человек там ничего мне не писал, а если человек мне что написал, то я ему еще и отвечаю. Поэтому ничего странного, просто так получилось. Потом человек пишет, ты сильно давишь, я не сильно давлю, я беру двухстволку и все ваши фейки, блин, расстреливаю на месте. А вам это не нравится, поэтому, чтобы я ничего не расстреливал на месте, не тулите мне фейки, точка. Я тебе ответила, что рассматривала эту компанию, продолжение ездения по ушам. На что, конечно же, я отвечаю, да пофиг мне рассматривала ты ее или нет. Ребята, запомните, если я вам предлагаю инкрузос, и вы говорите, я про него уже слышал, засуньте себе это в одно место. Надо не так отвечать, надо говорить, про инкрузос я слышал, но меня не заинтересовало. Тогда я вижу конкретику, что надо бы задать вопрос, а что именно не заинтересовало? Тут же 25 вариантов. Например, 300 долларов слишком большой вход. Либо нет бинарного маркетинга, либо я не верю в то, что цены ниже. Либо не может быть, что цены ниже, это не компания, это тирамидосина. Либо, например, тот, кто тебе предлагал, он придурок, и он тебя не заинтересовал, не инкрузос. А человек, который тебе предлагал, не показался тебе интересным, серьезным. Это был какой-то холодный контакт, ты просто запомнил инкрузос и все. Перешел на сайт, ничего не понял, закрыл. Почему люди не разговаривают вот так вот точно? Для меня это загадка. Ну, я говорю, да пофиг, рассматривал или нет. Сразу пиши, что в ней не так, точка. Либо пиши, что у тебя есть спонсор в инкрузос и до свидания. Она мне говорит, получается, если человек не с тобой, значит отстой. Нет. Получается, что если человек определился со спонсором с каким-то другим, с хрена я буду на него тратить время. А его пандекс или шмандекс или байтай мне неинтересно, потому что я еще готов сделать обзор на известную компанию, а-ля байтайм, которая начала шуметь. Пандекс я ее первый раз слышу. Мне ее 25 раз не предлагали, понимаете. Все, она мне неинтересна. Потому что я сторонник продвигать не ту компанию, которая только-только-только вышла на рынок. Нет. Я сторонник продвигать компанию, либо у которой есть критерии для успеха, либо которая начинает шуметь и ее предлагать достаточно просто. Меня там нет, просто нет. Если человек не со мной, значит я не трачу время, а за лепку отмазок наказываю жестоко, ибо это тоже трата моего времени. Решишься на круиз, рекся под кого-то, кто не давит. Представляете? Меня не интересует, говорит эта компания. Хорошо, я тебя поняла. Если вы помните, вначале я был человеку интересен, как человек. Я пишу, к примеру, твой пандекс отстой, ибо 20% в месяц. Они все скамятся. Напомню, что у меня у самого есть Апту Крипты, мне его за глаза хватает. Все. Мне неинтересный хайп, у меня есть один, и мне вот это про Апту Крипты. Я говорю, видишь, я не трачу твое время и не леплю отмазки. Ну и тут начинается. Я думал, а ты умнее. Я не хочу с тобой говорить. Точка. Я задаюсь вопросом. Когда люди поумнее, скажите мне. Ну понятно, что мы как бы сцепились в таком типа варианте. Она, глаза горят насчет пандекса, хотя задам три вопроса, рассыпется. А что ты пандекс выбрала? Почему не Элект Капитал? Не Резонанс Капитал? Почему не Байтайм? Человек не ответит на эти вопросы, потому что он не думал, когда он выбирал. Ему кто-то втулил, он тупо сожрал. Точка. Он не выбирал. Когда люди приходят и говорят мне, смотри, есть тема. Я говорю, она лучшая среди всех. Ну конечно. Я говорю, чем? Обосрался. Не может сказать, чем. Ну начинает тулить какие-то отмазки. Я говорю, так то же самое, что ты говоришь, есть в Электе, в Резонансе, в Байтайме. И еще можете в комментах написать, сколько вы знаете компании с пассивным доходом. С пассивным доходом это имеется 20% в месяц, а это обычно хайп. Хайпы даже не потому, что там они развиваются как финансовая пирамида, а просто потому, что процент настолько высокий, и менеджмент порой не справляется с денежными потоками. В итоге, когда видно, что уже деньги заканчиваются, они себе оставляют 10 миллионов долларов, а вам всем передают адьос. Понимаете? Как бы, все, мне одного опту крипто хватает. Больше у меня как компаний с пассивами нет, и все. Понимаете? Вот такие вот люди бывают. Вот с такими приходится общаться. Для начала я вам покажу основных спонсоров этого выпуска. Все компании, на мой взгляд, уникальны, ну кроме Cryptrade Capital, да еще и говорят, что там какие-то полускам. FirstCoin, FargoCoin, две MLM крипты. FirstCoin, на мой взгляд, лучше, хотя у FargoCoin есть плюсы. Апту крипто единственная компания в моем арсенале с пассивом, вряд ли будет вторая, честно. Просто потому, что, ну, надоелось. Сети сыпятся, люди теряют деньги, как бы я шла, или какой-то садомазохист, или извращенец. Инкрузы, с ним тоже все понятно. Круизы со скидкой. Crypto Agent Bot для криптотрейдеров очень удобная штука, и по сигналам, и по автоматизации работы на бирже. А теперь по маркетингу Инкрузы, кто не в курсе. Раньше был маркетинг на 5 поколений. Вносит человек стольник на свой депозит. Пятерка вам прилетает с первого, со второго, с третьего, с четвертого, с пятого. Где человек внес, там, на четвертом поколении. Оттуда прилетает 5 баксов. Конечно, единственное условие для каждого уровня, чтобы его открыть, вам надо иметь в первой линии человека, который сидит на бесплатке. Что такое человек, сидящий на бесплатке? Это человек, который пригласил в первую линию 5 депозитеров, которые вносят по 100 долларов. И с него компания снимает обязательство вносить 100 долларов, и она за него сама вносит 100, которые превращаются в 200. Все. Если вот таких вот, у кого по 5 в первой линии, у вас таких в первой линии 20, то есть фактически в первой линии у вас 20 человек, а во второй должно быть 100, по 5 у каждого из 20. Все. Тогда вы открываете 20 уровней Unilevel. Вдумайтесь, только 20 уровней. И если каждый, допустим, у вас в первой линии, может быть, не знаю, хоть 50 человек, Но если только два заводных корабля, два лидера, у них, соответственно... Чего-то я не уловил. Блин. Короче, формула была неправильная. Сейчас все сделал правильно. По поводу маркетинга. Люди задаются вопросом, что здесь мало денег. Ну, почему-то был у меня один человек, придумал себе зачем-то, что круизы – это хорошо для тех, кто отдыхает, а мне нужно деньги зарабатывать. То есть вот откуда, как вообще могла родиться мысль, что почему люди не общаются в вопросительном стиле. Хорошо, с круизами все понятно, это не для меня как бы, но вопрос, а что можно заработать в этой сфере. Ну, это же рационально. Хотя, наверное, не знаю, если бы мне предложили... Что бы мне предложили? Если бы мне предложили там какие-то, не знаю... Ну, вот, например, мне предложили заняться Рейн Интернешнл. И я так и спросил, говорю, а в чем фишка, в чем прикол, в чем особенность компании. Потому что есть два варианта. Когда вам что-то предлагают, это человек либо придурок, либо он продвинутый. Придурок вам будет предлагать, даже Амвей может начать предлагать. И когда ты спрашиваешь, в чем фишка, человек ответит, ну как они, 60 лет на рынке. Да насрать мне, сколько они лет на рынке, дружище. Я хочу быть юхой, который 40 миллионов сорвал за два года, и помахать всем ручкой в случае, если компания развалилась. В случае, если она не развалилась, продолжать колбасить деньги. И поэтому, когда мне предложили Рейн Интернешнл, я спрашиваю, в чем фишка. Когда мне показали результаты по продукту, который, наверное, бьет даже результаты Женес Глобала, вот это меня заинтересовало, потому что я открытый человек. Ну, меня дальше мало волновало, сколько можно зарабатывать. Почему-то у меня в голове заложено, что если продукт офигенный, маркетинг бинарный, все, с доходами все нормально. Даже если тут будет на 15% маркетинга даваться денег меньше, какая разница? Продукт убойный, маркетинг бинарный, все, погнали, можно строить. Понимаете? Вот. И у некоторых людей рождается мысль, что круизная компания, доход крутой быть не может. Через какого перепуга вы себе это придумали? Пригласите в первую линию, не знаю, там человек 20-30, но пусть из них будет только два золотых корабля лидера. И тогда, если они делают то же самое, 20-30 в первую линию, но два лидера нашлось, которые пошли строить сеть, у тех два, по 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 два, где-то с 13-го поколения вам будет прилетать 40 тысяч долларов при структуре 8 тысяч человек. Ну, 8-200, грубо говоря, 40 тысяч долларов. На 20-м поколении, если всего по два вы будете приглашать, вы выйдете на чек больше, чем у Юхи Пархиала в Ванкойне, 5 миллионов 200 тысяч долларов в месяц. Это у вас будет сеть порядка миллиона человек, которые депозитеры вносят 100 долларов на свои круизы, ездят в эти круизы. Возможно, сеть строит и так дальше. Причем, что интересно, в этой цепочке достаточно хотя бы, чтобы один человек не был в квалификации, там, я не знаю. Ну, допустим, какой-то есть в цепочке, например, на шестом месте, среди 64, допустим, есть 4 человека, у которых в первой линии 5 депозитеров, и они достают раз, два, три, четыре, пять поколений. Да? Но сама сеть у них глубже, например, уходит на 15 или на 17 поколений. Это означает, что происходит компрессия, и вы еще больше денег достаете с глубины. Представляете? Я эту фантастику понимаю. Вы эту фантастику не понимаете. Поэтому я снимаю ролик, где я объясняю подобную фантастику. Вот. Нравится, комментируем. Делимся, подписываемся. Мне инкрузис даже начинает забавлять, потому что компании с пассивом предлагать оказывалось легче. Но... Но всегда я знал, что компании с пассивом это не самая крутая тема, потому что компании скамятся и прочие дела. Мне хотелось что-то очень крутое. Я это нашел. Одно из них, одно из крутых, это инкрузис. Класс, мне нравится. Бомба. Вообще прикол. И работать с возражениями тут, конечно, почти одно удовольствие. Но я уверен, что я с возражениями прекращаю работать. Где-то когда у меня 2-3 тысячи долларов в месяц будет с этого бизнеса капать, все. С возражениями я прекращаю работать. Я просто буду людей... Знаете, как девушка сказала? Ты слишком сильно давишь. Я буду так давить, так задвигать, что народ весь в шоке будет. Я почему-то обратил внимание, не знаю, точнее, я обратил внимание, почему-то люди реагируют на крутые часы, на пиджачки, на понты. А при этом, что говорит человек, они даже не слушают. Потому что, блин, в моей практике 80% людей в костюмчиках несут чушь собачью, пургатню. Часики, какой бы дороговизны у них не было на руке, они несут пургу на презентации той своей компании, которую они презентуют. Понимаете? Почему не вслушиваться в то, что говорит человек, а не то, как он одет? Но, видимо, психология берет свое, встречают по одежке, а провожают по уму. Нравится, коментим. До новых встреч. Все спонсоры выпуска перед вами. Зарабатывайте. Субтитры создавал DimaTorzok